В Кремле под председательством генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева, состоялось заседание Президиума Верховного Совета СССР. Выступая сообщением о задачах Советов Народных Депутатов, вытекающих из решений 26-го съезда КПСС, товарищ Брежнев в частности сказал. Можно с уверенностью сказать, товарищи, что даже небольшой промежуток времени, отделяющий нас от съезда, показывает огромное мобилизующее воздействие его решения. Съезд вооружил партию, все звенья нашей политической системы, ясной и четкой программой. Теперь главное наполнить эту программу реальными делами. Маларит, как учил Ленин, крепкую и дружную совместную работу миллиону людей. Леонид Ильич Брежнев подчеркнул, что речь сегодня идет об активизации всей системы Советов в решении выдвинутых партией задач. Член Политбюро ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Николай Александрович Тихонов, выступил с сообщением о результатах рассмотрения предложений и замечаний постоянных комиссий палат и депутатов, внесенных на четвертой сессии Верховного Совета СССР при обсуждении плана и бюджета на 1981 год. Товарищ Тихонов отметил, что сейчас главное внимание уделяется обеспечению безусловного выполнения плана 1981 года, первого года новой пятилетки. По вопросу об улучшении торгового обслуживания населения, выступил кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР Василий Васильевич Кузнецов. Он указал на необходимость деятельного участия Советов в улучшении положения дел в торговле. В постановлении по этому вопросу Советам поручено принять конкретные меры к более полному обеспечению населения товарами. На заседании Президиума были рассмотрены некоторые другие вопросы государственной жизни.